Hola! Всем привет! Вы на канале Блондинка в Испании. Сегодня я хотела бы рассказать вам об аренде жилья на долгую аренду. Что касается краткосрочной аренды, то это не проблема. Вы берете сайты Booking, Airbnb, очень много в телеграм-каналах предлагают нам, посуточно сдают квартиры, особенно в летнее время. То есть найти квартиру, если вы сейчас приезжаете отдохнуть, это очень легко. Тяжелее искать квартиру на долгий срок, то есть от года и больше. Чем больше город и раскручений, такой как Барселона, Малага, Аликанте, Мадрид, тем тяжелее найти квартиру, потому что огромный спрос, цены постоянно растут. И на одну квартиру просмотр в несколько человек всегда, то есть еще и конкуренция, кто что лучше предложит. Что касается меньших городов и удаленности от моря, то снять квартиру легче, но найти хорошую квартиру уже становится все тяжелее, потому что больше и современнее квартиры все-таки в больших городах. А уже в таких вот небольших поселках, городках, чем дальше удаленность от большого города, тем квартиры и условия у вас будут, естественно, похуже. Значит, мы хотели, вот я расскажу свой опыт, мы в этом году хотели поменять свое место жительства, то есть хотели снять снова квартиру на долгую аренду, только не в поселке, как мы сейчас живем, а в каких-нибудь городах. Мы рассматривали Аликанты, Бенедорм, ну я смотрела еще Таревьеху, хотя все мои не слишком любят Таревьеху и туда хотят. Ну там очень много русскоговорящих людей и очень легко там адаптироваться. Что хочу сказать по поводу долгой аренды и поиска. Как я искала? Я искала на обычных сайтах, идеалистов, фотокасса, очень мне нравится сайт Куэро, там очень много предложений и почти на все всегда отвечают. Идеалистов сайты, когда мы только сюда приехали и думали, о боже, квартиры по 500-600 евро, их столько много, можно выбирать. Нет, это так не работает. Во-первых, на идеалиста в основном выкладывают квартиры. Да, есть квартиры недорогие, но, и хорошие, но там всегда требуется испанский контракт. Этого у нас, естественно, нет. То есть мы должны подтвердить свои доходы и показать выписку о том, что мы работаем именно в Испании. И на идеалиста тоже очень много риэлторов, очень много агентств недвижимости, которые очень редко отвечают и нужно в основном звонить. И на идеалиста есть, конечно, и англоговорящие, но очень много испанских именно сайтов и испанских людей, которые, риэлторов, которые сдают эти квартиры. То есть уже языковой барьер, можешь, ну, как бы тяжело все расспросить, узнать и так далее. Я находила риэлторов именно в Телеграм-канале и Фейсбуке. У них, кстати, очень развит Фейсбук, Телеграм-каналы. В Телеграм-каналах очень много русскоговорящих риэлторов, что очень удобно. Хотя после того, как риэлтор найдет вам квартиру и вы в нее вселитесь, то есть вы скажете, вы должны риэлтору заплатить не 50%, а полную стоимость месяца проживания в этой квартире. Например, риэлтор нашел вам квартиру за 800-900 евро, вот вы ему отдаете 800-900 евро. Я, честно говоря, в последние разы, когда мне показывали квартиры риэлторы, я не понимала, в чем их функция, потому что они просто находили эти квартиры, показывали ничего. Я говорю, а вы можете нам подыскать хотя бы паркинг здесь, пожалуйста, нам эта квартира нравится. Нет, ищите, мы вам можем дать телефон, ищите сами. То есть мы нашли квартиру, да, они оформляют договор, проверяют вас, но я не думаю, что это стоит, например, 800 или 1000 евро. Ну, так как мы не испаноговорящие, нам приходится обращаться к русскоговорящим риэлторам. Попадаются разные, есть очень даже хорошие, и нам помогали, и несколько раз мне показывали одну квартиру, вторую предлагали. Есть безразличные, так как здесь тоже, я еще раз повторюсь, даже в таких небольших городках тоже есть спрос, и вы не снимете, я еще через пару дней найду еще людей. Конечно же, что я хочу сказать, квартир на самом деле сдается не так уж и мало, много, но очень завышенные требования. Просто мы посмотрели несколько квартир в городах, и те условия, которые нам предлагают за 900 тысяч евро, этого не стоят. То есть какие-то квартиры сами, кстати, неплохие, очень даже неплохие, ничего не могу сказать, но это ужасные районы, это без парковки, без кондиционеров. Я не знаю, как можно выжить в Испании без кондиционеров, ну просто это нереально, ну поверьте мне, потому что кто брал квартиру без кондиционеров, наши здесь знакомые, одни, вторые уже сами покупали кондиционеры, если хозяева не соглашались и устанавливали. Кто устанавливал, кто покупал такой передвижной, просто вентиляторами здесь ты не обойдешься. Жара действительно, очень жарко, это раз, и плюс ко всему кондиционер вам нужен будет зимой для того, чтобы греться. Значит, по поводу квартир, я искала в телеграммах, очень много риэлторов наших, прям я даже не ожидала, но я не знаю, наверное, с человек, ну 15-18 я переписывалась точно. Кое-что мы ездили смотреть, я еще раз повторю, за те деньги, которые предлагают квартиры нам, они этого просто не стоят. Мне просто было жалко менять вот эту вот урбанизацию, вот вы видите, сзади меня этот дом, в котором мы проживаем, да, и закрытая она, есть и паркинг подземный, можно встать всегда во дворе, есть бассейн, все очень близко, все зелено, красиво. И менять на какие-то обшарпанные, вонючие улицы без паркинга, без кондиционеров, и при том, что это будет стоить почти в два раза дороже, чем мы снимаем жилье. То есть тут нужно будет, тут как бы подумать и решиться. Я, например, не решилась. Я когда сюда постоянно возвращалась после тех просмотренных квартир, честно говоря, у меня слезы на глазах, что мы от таких хороших условий, которые сейчас есть у нас, да, это село. Хотелось, конечно, город, и я люблю города, я уже не раз повторяла, и больше возможностей, может быть, лучше школа будет. Но сами условия проживания мы проводим очень много времени дома, потому что работаем онлайн, и вообще, когда жарко, летом мы сидим дома, выходим в основном вечером. Поэтому для нас это было очень важно. И скорее всего, что еще на год мы останемся в Лос-Альказаресе, потому что за такие деньги мы еще ничего не нашли. Почему мы искали летом? Потому что контракт, когда вы составляете с арендателем, он составляется на год. И наш год уже подходит к концу, и нам позвонил наш арендодавец и сказал, что нужно либо продлевать контракт, либо вы хотите разорвать контракт. И подумайте, и в течение там нескольких недель сообщите мне, что мы делаем дальше. И скорее всего мы будем продлевать контракт, потому что пока ничего лучшего, к сожалению, мы найти не можем. Вот такие вот дела. Всем удачи, найти свои квартиры, они есть, и смотря какие у вас есть требования, кто ищет, тот всегда найдет свое жилье. Все, увидимся на канале Блондинка в Испании. Адьос! Блондинка в Испании. Продолжение следует...